Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Продолжая все-таки тема, которую я вам обещала в последний раз, мы сегодня поговорим о том, в чем сплетничают, о чем говорят, что волнует самих турок, что здесь происходит у нас в стране Турция. Итак, закрываем тему пожаров, всей этой истории. Сейчас, на данный момент, таких явных очагов пожара... Эта тема вообще у нас снимается с повестки дня. Этих явных очагов пожара, такого бедствия, которое было сейчас, на данный момент, нет. То есть этой ситуации удалось справиться. И на данный момент разбирают последствия всего этого. Вы помните, город Кастаману и двое прилегающих к нему городов смылы потоком и сели, потому что был сильный дождь. Но вскрылись подробности того, что этот сель сошел с искусственного водохранилища, которое находилось выше всего города. Очень много было в интернете карт, по новостям это все показывали, обмусоливали активно. Вкратце я скажу, что эта природная, скажем так, катаклизма произошла по вине человека, по вине застройщиков, которые, скажем так, сузили поток реки с 850 метров до 150 в итоге. Создали искусственный резервуар, искусственное водохранилище. И на осушенной территории была застройка домов, жилой комплекс. Это произошло где-то в районе 5-7 лет назад, вся эта история постройки началась. Это новые дома относительно. Там жили люди. И вот когда был уже большой поток воды из-за дождя, прорвало этот искусственный водоем и вся скопленная вода, то есть это русло реки, которое было с ужина, там было огромное давление. И вот при малейшем таком эксцессе, экстра осадках все это прорвало. И поэтому был такой большой поток воды, именно такой сель сошел. Все это же под наклоном с горы в море выходило. В общем, пострадали люди. Честно скажу, что число погибших, пострадавших до сих пор окончательно еще неизвестно, потому что в районе 200 человек без вести пропавшие. И даже подсчитать, сколько людей пропало еще невозможно, потому что когда смывало жилища, дома, дома как бы остались целыми, да, вымывало из домов, люди тонули. И вымывало имущество, людей. И есть люди, которые жили одни, да, у которых нет родственников, например. И в панике, вот в этой всей ситуации, там, и соседи о них могли не спохватиться. Есть люди, которые с соседями там не общались. Подсчитать именно, кто пропал, кто вообще пострадал, где люди находятся до сих пор фактически. Ну, сейчас уже цифры появляются, я не хочу более точно, но я к тому, что еще эти цифры могут меняться. Но людей, обратившихся в скорой помощи в больнице с какими-то увечьями, пострадавших, больше 200. Около 40 человек уже найдено, которые погибли. Около 200 человек еще пострадали и пропали. И они вообще, по сути, являются без вести пропавшими. Неизвестна их судьба. Это, конечно, будет все устаканиться немножко попозже. Со временем мы все это узнаем. Ну и, конечно же, у людей сейчас очень много вопросов, очень много претензий к этой стройке. Когда получали, там, 7-8 лет назад разрешение на это водохранилище, почему были получены эти документы, почему разрешили такое опасное предприятие. И по поводу второй темы. Это, конечно, все самое здесь самое обсуждаемое в Турции. Люди здесь очень сильно боятся. И, знаете, здесь общество разделилось. И даже все люди, про которых я сейчас буду говорить, они разделились на, скажем так, два лагеря. И в голове каждого две мысли. Не категорично как-то одна позиция по поводу Афганистана, ситуации, последствий для мира, что сейчас будут эти события, которые произошли. Это страшно для всех нас. Не надо думать, что это где-то там, нас это не коснется. К сожалению, коснется это всех. По поводу турков, отношения к этому. Сначала была информация официальная от президента, что вы что, мы контролируем границы, никаких беженцев у нас здесь потока нет. Все, что вы видели в интернете, видео, кто-то там что-то переходит границу, это все ерунда. Это неправда, это фейки. Буквально в течение недели заявление у нас около 300 тысяч беженцев приехало. Окей, но это же все неофициально, многие переходят границы нелегально, естественно, потому что надо содержаться в резервации этой, в поселке, в поселении беженцев. В общем, условия определенные, чтобы для легализации, ждать документы, вся история. И по подсчетам людей, которые снимают видео, кто-то все видит, кто там ближе живет к границе с Ираном, где они переходят после Ирана границу, около миллиона, а может быть уже и больше людей на самом деле здесь поток. В Стамбуле пока что мы сейчас ничего этого не чувствуем, потому что просто физически люди переходят границы пешком. Представляете, они прошли Иран, сейчас они переходят в Турцию. Я не знаю, сколько они уже там идут. И, естественно, до Стамбула, и это другая часть вообще страны, если на географию посмотреть, это просто через всю Турцию нужно будет пересесть, чтобы попасть к нам в Стамбул. Может быть, они где-то по дороге там осядут, они пытаются там, я думаю, сейчас это сделать нелегально, без документов. Но в Стамбуле пока мы ничего не чувствуем. Здесь есть, я скажу, по месту, где я живу. У нас здесь осели лет 5-6 назад, беженцы из Сирии, но у которых есть деньги, интеллигенция, скажем так, богатые. У кого есть деньги снимать, либо жить, либо открывать здесь какие-то кафе, бизнес, всего прочего. То есть они здесь осели, живут. И у кого-то, кто ехал сюда с деньгами, так назовем. Место Бахчишхир, в котором я живу. Он не дешевый совсем, и он даже под местным меркам стамбульским для местных считается не дешевым. Поэтому здесь осел такая, назовем, ну не прям элита, да, но такая интеллигентная при деньгах, выше среднего прослойка населения из Сирии. Сейчас из Афганистана мы здесь ничего не чувствуем, пока что никого нет. И вот мнение людей. Первое, турки очень сильно боятся, потому что у нас был опыт 6-7 лет назад, 5 лет назад с сирийцами. Когда вы, пусть вспомните, поднимите там видео в интернете, посмотрите, Евросоюз выдавал деньги, деньги использовались. По факту сирийцам доставалось мало на их содержание, там что уходило. В итоге они что? Они занимали рабочие места. Это дешевая, практически бесплатная рабсила здесь. Любую подсобную работу выполняли, либо где-то работали, образование кто-то пытался легализовать. Это места в институтах, университетах местных. В общем, сначала все, типа, жалели братьев мусульман, потом турки поняли, блин, они нас здесь вытесняют. Они поднимают экономику, да, страна, есть дешевая рабочая сила, но при этом обесценивается рабочая сила местных турок. Страна сейчас не в очень лучшем экономическом своем состоянии. И, естественно, местные жители из-за опыта сирийского, сейчас афганских беженцев, ну, будут однозначно протесты и будет антисемитство опять у нас, нетерпимость, потому что никто не хочет делиться. Да, это их родина, их, скажем так, страна. И так в стране сейчас экономически тяжело найти работу. Точнее, на работу найти можно, а работа низкооплачиваемая, да, стала. Работа есть, но ее такой уровень оплаты, что по деньгам, которые ты плачешь на свое содержание и на жизнь, тебе этой зарплаты будет недостаточно. Ты будешь, ну, скажем так, нищенствовать, да, будешь вести такой образ жизни, не очень, как бы, может быть, уровень жизни, который бы тебе бы хотелось, да. И турки не хотят этого, естественно, и боятся очень сильно, что нам, скажем так, условно, нам есть нечего, экономика в пупе, простите, да, и еще кого-то мы не потянем. И так самим тяжело, поскольку всего закрывается бизнесов из-за пандемии, то есть не то состояние страны экономики, чтобы кому-то еще помогать. И, конечно, люди в этом плане очень не хотят этого, очень сильно. Но с другой стороны, особенно женское общество, назовем даже так, турецкие феминистки, да, это просто женщины за борьбу за права, за права голоса, жизни, образование, работы женщин. То есть очень активно идут сейчас в социальных сетях перепосты, все мои там подружки знакомы, кто турчанки, да, кто не в религии, кто в светском обществе, кто за прогресс, там, за демократию, и так вот, все прочее, прочее, за образование, за работу, за равные права женщин. Все постят письма эти, твиты последние, женщины из Афганистана на турецком языке переводят, либо это просто на английском сразу, потому что они из Афганистана сейчас на английском пишут, да. Вот этих женщин, именно о судьбе женщин Афганистана, здесь очень сильно женское общество встрепенулось, им очень сильно их жалко, и потому что они очень сильно боятся того же самого. Как-то женщины заставят сидеть дома, будет урезан их права, свобода в передвижении, выхода из дома, образование, работы и тому, тому подобное. И светское общество, турецкое, очень сильно, женщины особенно, очень сильно этого боятся, потому что последнее время, когда заметна исламизация общества, именно закрытие всего этого, это такие легкие намеки по сравнению с тем, что творится в Афганистане, но женщины очень сильно насторожены. Не забываем про Стамбульскую конвенцию о правах женщин, из которого состава весной Турция вышла, хотя она была, она даже называется Стамбульская конвенция, понимаете, да, здесь она в Стамбуле создавалась и подписывалась этим сообществом. Женщины, в принципе, озабочены здесь своим местом, своей судьбой, своей независимостью и правами, пытаются бороться с домашним насилием, это пока первые, по сути, попытки, но вот это сознательное женское общество, здесь я по Стамбулу просто вижу, да, здесь потому что таких женщин гораздо больше, это не провинция, где другая ситуация и религиозная, и по поводу прав, и общественного порицания и тому подобного всего, здесь это очень активно видно, я еще в таком районе живу, где у нас такие инициативные группы существуют, женские, и вот женское общество, общество этим очень сильно взволновано, и женщин очень жалко, и женщины здесь относятся к этому с пониманием, состраданием, и внутри чувствуются, вот девчонки, с кем я общаюсь, мы переписывались на эту тему, мэрия Турчанки, парочка моих знакомых, они с страхом, она говорит, это так, мы знакомы? Она мне говорила, мне так страшно, что понимаешь, Гарри говорит, это так рядом, это не твоя Россия за тысячи километров, это через Иран, это маленькие, это по сути мы соседи, это маленькие государства, видишь, люди пешком переходят границу, пересекают, бегут оттуда, и мне страшно, что знаю, что в головах будет у террористов, которые придут к нам, а вдруг они захотят какой-то войны, ну, в принципе, в общем, это те мысли, которые сейчас здесь в обществе гуляют последнюю неделю, конечно, тема Афганистана, она не сходит с повестки дня, это самая главная новость, и люди готовятся к этому, а что здесь будет сейчас по бешенцам, потому что путь в Европу, даже если условно, Европа, не думаю, что будет их принимать, но туда они попытаются все равно пробраться, скажем так, да, перебраться, их путь лежит туда, все равно это через Турцию, и все равно это будет через нас, и больше скажу, это будет практически через нас, через мой дом, потому что за моим домом, где вы сейчас видите, да, у нас главная эта трасса, выход на Грецию, в Европу, в Польшу выезд из страны, из Турции, поэтому я все это здесь видела, сколько там, 6-7 лет назад, когда были сирийцы, как они просто пешком, с детьми, они попрошайничали на этой дороге, и шли просто пешком в Европу, беженцы, они шли просто, ну, скажем, ну, не толпами, да, семьями там, до 10 человек, группами, вот так назовем, просто пешком шли, от безысходности, мне, как психологу, человеку, работающему с человеческими проблемами, их очень сильно жалко, и честно скажу, фактически, каждый из нас с вами не под гарантией того, что что-то подобное может в нашей жизни не произойти рано или поздно, если ты будешь сидеть, скажем так, сложа руки в своей стране, ничего не менять, то, что тебя не устраивает, итог такой, да, то есть, по сути, что мы видим, Афганистан сейчас откатится просто на 200 лет назад, в своем, не то что развитии, господи, это будет полная деградация, мы все в ожидании, я бы так сказала, да, есть определенный нерв, напряг, обсуждается эта проблема беженцев, денег и экономики, и вот сейчас на первом месте это экономика, зарплаты, рабочие места, смотрим, ждем, что у нас сейчас будет по вакцинации, всей этой истории с очно-заочным обучением, но студенты от 18 лет должны прививаться, в этом тоже идут, в общем, разговоры, сейчас это будет следующая, я так предсказываю, интересная тема в нашем обществе, возвращаемся к истории с короной, спасибо всем за внимание, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, как ваши дела, спасибо, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok